Слышно отлично. Итак, сегодня сначала я расскажу о последних новостях, которые у нас в компании произошли за эту неделю. Далее отвечу на самые часто задаваемые вопросы, которые были на этой неделе у нас. И далее поотвечаю на ваши вопросы. Сегодня где-то ориентируемся на 40-50 минут нашего вебинара. Итак, самая главная новость – это то, что наконец-то у нас открыли оплаты. Теперь все мы с вами можем оплатиться, те, кто так долго этого хотел. И по стоимости сейчас я хотел бы озвучить. Только что подтвердили, что бесплатная версия и бесплатная версия у нас еще будут действовать две недели. Поэтому если вы инвестор, если вам не нужен компас на три месяца, соответственно, вы можете еще две недели бесплатно тестировать данного робота и далее уже принять решение, оплачивать или нет. Тем, кто хочет зарабатывать по маркетингу уже начать, те, кто хочет получить компас на три месяца бесплатно. Соответственно, можете уже начинать оплачиваться. Чтобы оплатиться, там все очень просто. Заходите в ваш личный кабинет, у вас будет красная кнопка «Upgrade» в левом верхнем углу. Просто нажимаете эту кнопку, вводите данные карты и оплачиваете. На данный момент оплата доступна с кредитных карт и с обхолда. И также в ближайшем времени подключат к оплатам с Крилл. У нас будет три метода оплаты. Да, Наталья, до полуночи по Америке. То есть это у нас будет суббота ориентировочно в 7 утра по Москве. Но рекомендую все-таки там прям до субботы рано утром не затягивать. Сегодня либо завтра оплатить. Завтра вполне нормально. Далее, пока мы это еще не анонсировали, лидерам только сказали, что касательно второго продукта компаса. Первое, я бы хотел поговорить о компасе. Знаю, что многие из вас уже начали тестировать. Его результаты разные. Один из наших главных тестировщиков, это наш вышестоящий спонсор Павел с Америки. У него получился результат за полмесяца 200%. То есть с тысячи он сделал 3000 долларов. То есть 200% на компасе за полмесяца. Результат просто крутой. В принципе, там все просто. Необходимо согласно сигналу начертить кеугольник и зайти в сделку, если будут соблюдены определенные условия. Я думаю, что на следующей неделе, либо максимум через неделю мы запишем обучение на русском языке, как пользоваться компасом. И, соответственно, также пока у вас есть бесплатная опробная версия, вы можете протестировать и начать попробовать себя в роли трейдера самостоятельно поторговать с помощью компаса. Сейчас пока у меня не так много времени. Я все время трачу на Вингер, наш главный продукт. И, соответственно, возможно, часть людей будет компасом торговать, потому что многим этот продукт понравился. Я думаю, что мы запишем видео обязательно обучающих по компасу. Далее создадим специальный чат для тех, кто хочет компасом торговать. И туда будем, получается, скидывать всю информацию по компасу. Вы сможете чертить кеугольники, скидывать на проверку туда. Возможно, более профессиональные люди будут помогать вам, как это делается для тех, кто еще никогда этого не делал. На самом деле там сложностей никаких. Вот и таким образом будем делиться между собой результатами, будем делиться стратегиями, треугольниками, кто в какие сделки заходит, у кого какие результаты. Вот. Это что касаемо компаса. Далее, что касаемо трейдер-лингера и настроек его. Минимальная рекомендованная сумма для того, чтобы начинать с 1000 долларов и выше. Если у вас сумма меньше, то рекомендуется начать с центового счета. Вот. По поводу центовых счетов тоже возникает очень много вопросов. И сейчас я бы хотел вкратце рассказать о том, как правильно высчитать настройки, поставить настройки для центового счета. Вот. В принципе, центовый счет от долларового, ну, практически ничем не отличается. Единственное, что сумма у вас в терминале отображается как доллара. Вот. Например, вы решили закинуть 500 долларов, а на центовом счете они будут отображаться у вас как 50 тысяч долларов. Ну, то есть в 100 раз больше. Если, например, вы закидываете 200 долларов, у вас отображается 20 тысяч долларов в терминале. Ну, вот. Соответственно, настройки мы ставим как для долларового счета. Например, вы закинули 500 долларов, хотите торговать по настройкам 0.01 лот на 1000 долларов. Соответственно, если у вас 50 тысяч долларов в терминале отображается, вам необходимо 0.01 лота умножить на 50. У вас получится 0.5 лота. Вот. Если же вы хотите по более консервативным настройкам работать, это меньше, то есть это 0.3-0.4 лота на 50 тысяч центов. Вот. Если по более агрессивным, максимально это 1 целый лот. Вот. А с центовыми счетами, я думаю, что как бы должно быть понятно, то есть в основном этот вопрос возникал. Я думаю, что если у кого-то какие-то вопросы будут, можете задать мне попозже. Вот. По поводу центовых счетов. Далее. Следующий вопрос касаемо кредитного плеча. То есть многие люди тоже задают вопросы, а какое кредитное плечо лучше использовать. Не у всех есть понимание. Вот я вкратце постараюсь объяснить про кредитное плечо, что это такое, на что оно влияет. Вот. И какое лучше его использовать. Вот. Значит, с большим кредитным плечом вы можете выдержать гораздо более глубокую просадку, но при этом у вас в случае закрытия по стоп-ауту на балансе останется меньше средств. Пример. У вас есть 1000 долларов. И рассмотрим два варианта. Например, кредитное плечо 1300 и кредитное плечо 1500. Чтобы понимали, как это примерно работает. Вот точных цифр я не знаю, но примерно я вам расскажу. То есть на кредитном плече 1300 вы сможете выдержать просадку 700-750 долларов ориентировочно. И в случае закрытия по стоп-ауту у вас останется на балансе 250-300 долларов. Вот. А если же у вас кредитное плечо 1500, соответственно, вы сможете чуть более глубокую просадку выдержать ориентировочно 750 на 700 долларов. И в случае закрытия по стоп-ауту у вас останется 200-250 долларов на счету. Вот. То есть с меньшим кредитным плечом у вас получается меньшая просадка, но при этом остается больше средств на балансе в случае закрытия по стоп-ауту. Минимально рекомендованное кредитное плечо 1200. Практически все брокеры это кредитное плечо предоставляют, но всегда ставьте максимально. То есть если вы видите, у вас есть 1500, ставьте 1500. Если вы видите, что есть 1000, ставьте 1000. Чем больше кредитное плечо, ну, как бы это хуже от этого уже не будет. Поэтому всегда ставьте максимально. Минимально 1200. Вот. Опять тоже очень важный фактор, с какими настройками вы торгуете. Торгуете ли вы с equity протектором по агрессивным либо консервативным настройкам, как бы это тоже может повлиять на выбор кредитного плеча. А если вы торгуете с equity протектором, например, 20-30%, то, в принципе, даже 1200 вам будет более чем за глаза, потому что вы в просадку более чем 20% не сможете уйти. Вас закроют, как бы, сделки. Вот. Также по настройкам консервативно-агрессивно, то есть если вы торгуете с консервативными настройками, очень консервативными, да, то, скорее всего, тоже у вас просадки будут никакие большие, и вам, ну, даже не потребуется большее кредитное плечо. По сути, кредитное плечо максимально возможное, оно нужно только людям, которые торгуют без equity протектора и по более агрессивным настройкам. Соответственно, он сможет более глубокую просадку. Оно нужно, например, вы торгуете с equity протектором 90-100, к примеру, и настройки, там, 0.02 на 1000, к примеру. Вот. И, соответственно, у вас гораздо более глубокую просадку он сможет выдержать. Естественно, если закроется по стоп-ауту, то на балансе останется у вас меньше средств. Вот. Вот это еще один из вопросов. Также еще один вопрос касаемо MaxLaylo. Это максимальное количество открытых сделок по одной паре. Тоже многие задают вопросы. Сейчас более подробно об этом расскажу. По умолчанию у нас стоит значение 12. Это означает, что у вас по одной паре может быть открыто 12 сделок. Как только у вас открывается 12 сделок, максимальное количество, у вас, получается, все сделки будут автоматически закрыты. Минус. Вот. Поэтому такое значение, скорее всего, у вас не дает, если вы, например, по агрессивным настройкам торгуете, либо с equity протектором, да, то есть у вас, там, может быть, 4, 5, 6, 7 максимально больше. Если вы торгуете по консервативным настройкам, то есть, соответственно, у вас может быть большое количество сделок открыто, либо вы торгуете без equity протектора, у вас также может быть большое количество сделок открыто, соответственно, это значение вы можете увеличить, например, поставить 15-20, да, в случае того, что если у вас наберется большее количество сделок по одной паре, чтобы эти сделки у вас не были закрыты. Вот. Это основные вопросы, часто задаваемые на этой неделе, которые были. Теперь я передаю слово вам. Можете поднять руку, я передам вам микрофончик, либо написать ваш вопрос в чат, и я на него отвечу. Пока вы пишете ваши вопросы, хотелось бы поделиться своими результатами, которые были на этой неделе у меня. Знаю, что многие отслеживают мой мониторинг, многие ребята просили ссылку на мой мониторинг, вот, и отслеживают ситуацию. В общем, по настройкам на демо-счете 1 тысяча долларов и лот 0.02. Уже 95% у меня прибыли получилось за 3 недели. Сейчас пойдет последняя неделя, посмотрим, какой результат получится за месяц. Вот. Два раза просадка была чуть больше 20%. Equity Protector на нем я отключил, вот, поэтому буду смотреть, какую просадку максимально он сможет зайти. Это максимально агрессивные настройки, которые, я думаю, имеет смысл использовать. Больше, чем 0.02 на тысячу долларов, ну, я думаю, что нет смысла ставить. Вот. И также скажу, что это демо-счет. Вот. Я стараюсь максимально агрессивно его использовать, чтобы посмотреть, как он себя ведет на агрессивных настройках. Вот. Также есть реальный счет. Реальный счет я поставил еще более консервативные настройки. Сейчас у меня на тысячу долларов, он на две тысячи долларов вообще лот 0.01. То есть, это, ну, прям такие консервативные-консервативные настройки. По нему результат 190 долларов на этой неделе. Это ориентировочно 9,5% всего. Но в долларах это очень хорошая сумма. Вот. Поэтому тоже, а я думаю, очень немаловажно, в зависимости от того, с какой суммой вы торгуете, то есть, если у вас сумма большая, вы можете ставить еще более консервативные настройки. То есть, на реальных счетах мне нужно ставить сразу же максимально агрессивные настройки. Поставьте сначала более консервативные, поторгуйте, посмотрите. Если вы увидите, что у вас просадки небольшие, и при этом можно делать больше прибыли за тесно, вы можете потом со временем увеличить на более агрессивные. Но рекомендую всем на реальных счетах начинать с максимально консервативными настройками, которые вы сможете поставить. как оплатить лицензию можно ли с карты сбербанка виза да можно с любой карты visa mastercard заходите в личный кабинет нажимаете апгрейт прям такая яркая красная кнопка сразу же видно ее написано там апгрейт на вот нажимаете ее и просто заполняете там и там нужны данные вашего адреса заполните данные карты нажимаете платить а по поводу там еще такой момент очень важный тоже хотел бы затронуть его по поводу оплаты сразу же за маркетинг 79 долларов то есть если вы уверены что у вас сразу же подключится три человека но я думаю что такие люди уже прям такие сильно лидеры практически все зашли у нас команде уже все оплатились если вы уверены что в течение там одного-двух дней у вас сразу же зайдут вы можете сразу же поставить галочку оплатить маркетинг то есть 197 долларов плюс 79 долларов в первом месяце маркетинга вот либо же эту галочку не ставите оплачиваете сначала и после трех человек когда у вас три человека подключится вы уже оплачиваете маркетинг принципе разницы никакой не будет если вы чутка попозже оплатите все равно с первых трех человек вы получите прибыль только при одном условии если у вас четвертый человек оплатится в течение 10 дней если чем 10 дней оплатить то вы с трех человек с первых получать 10 долларов с четвертого вы получаете 40 долларов плюс 37 с половиной по коде бонусу вот ну и далее у вас закрывается рамка 1 по которым вы будете получать по 150 долларов ежемесячно выплаты будут еженедельно идти поэтому как бы если прям вот уверен чтобы лишнее движение просто не делать можете сразу же оплачивать маркетинг как бы если не уверена что у вас в течение там прям вот одного-двух дней люди оплатятся лучше позже оплатить следующий вопрос если сейчас проплатится 197 то сегодняшнего дня пойдет месяц или с 1 июня скорее всего что с сегодняшнего дня пойдет у вас период я в начале вебинара озвучил условия в чем плюс да то есть во первых 197 следующей неделе уже будет 247 долларов оплата стоит вот вы получаете право зарабатывать по маркетингу то есть эти две недели нужно чем-то зарабатывать по маркетингу вы получите более хорошие места повыше вас поставят естественно кто платится вот и вы сможете уже начать зарабатывать первое свои комиссионные начать строить свой бизнес вот если же вас это не интересует вы как инвестор пришли никого подключать не собираетесь в принципе можете дождаться окончания бесплатной версии она еще две недели будет и только потом оплатиться 247 долларов вот ну и также выгодно оплачивать тем кто хочет с компасом работать то есть если вы например даже не хотите никого приглашать но при этом вам интересен продукт компаса вы хотите его получить на три месяца бесплатно вот если же вы не получите вам придется оплачивать дополнительно за него как за второй продукт а вот если вы хотите на три месяца бесплатно получить его тоже выгодно будет оплатиться по поводу компаса я уже тоже говорил еще раз напомню что попросим нашего вышестоящего спонсора пашу с америки чтобы он провел какой-то обучающий вебинар по компасу и рассказал более подробно о своей стратегии результат у него прям бомбически 200 процентов за две недели андрей на рыбу форекс на счете яйца максимально включу 1 300 я хочу работать без виппэйс причем один пища нужно открыть что стандарт вообще все таки считаю 7 лучше открывать я не знаю один тысяча вам нужно только если вы прямо на агрессивных настройках будете работать опять же вот как бы вы сами можете делать настройки такие как вам нравится да но я все-таки рекомендую начинать с более консервативных настроек не нужно сразу там прямо самые рисковые настройки ставить хоть результаты классно на агрессивных настройках на реальном счете лучше торговать какое-то время на более консервативных настройках вот посмотреть как работает и уже дальше там можно более агрессивно ставить в чем разница между стандартным счетами и 7 счетом на робофорексе тем что на и сеня получается спрэд у нас плавающий он зависит от рынка если и дынок спокойный спрэд там гораздо меньше чем на стандартном счете а если новости какие-то выходят на новостях движения там веские то есть мы его отключаем на новостях но спрэд он расширяется то есть скорее всего когда у нас на новостях бот отключен он сделать не бот открывать вот а на стандартном счете там еще есть один минус важный то есть там идет инстант исполнения то есть исполнение не по рыночной цене а по текущей то есть у вас каких-то сильных колебаний нет нету как бы цена не сильно отличается у вас сделка исполнится а если какие-то более-менее движения идут на рынке то сделка может просто даже не открыться у вас ну и плюс стандартного счета в том что там нет комиссии за открытие сделки вообще компания рекомендует только и сен счета открывать я не знаю все американцы американцы вообще про плечо 1000 не слышали потому что на нормальных брокерах вот если на счетах ну такое плечо вообще очень редко кто предоставляет максимальное плечо 1 500 и то оно вам будет доступно если у вас не очень крупная сумма я знаю что например вот на многих брокерах если вы там торгуете на 100 тысяч долларов вам там даже при определенных условиях даже максимально 1 200 может дать даже 1 500 никто не даст вот 1 тысяча как бы ну практически нигде таких плеч нет то есть это единичные брокеры такое плечо могут предоставить привет андрей такой вопрос если использовать компас на одном депозите с рингером это повлияет на алгоритм работы программного обеспечения или иными словами можно торговать на на роботе на компасе вообще можно торговать я думаю что никак не повлияет потому что там идет открытие сделок по magic номерам соответственно как бы робот он эти сделки не будет воспринимать никак поэтому торговать можно но все же рекомендуется конечно отдельный счет как бы трудно сделать лучше все-таки на отдельном счете торговать вот чтобы и статистика была отдельно чтобы вы смогли анализировать какой продукт у вас как лучше все-таки лучше на раздельных счетах торговать сколько лицензий можно купить на одном аккаунте на данный момент можно купить только одну лицензию со следующей недели получается целая суббота начиная когда продукт будет стоить 247 долларов можно купить будет неограниченное количество лицензий первый месяц первая лицензия стоит 247 долларов далее 169 долларов ежемесячно значит вторая лицензия 99 долларов первый месяц далее 69 долларов ежемесячно третья лицензия 99 долларов первый месяц и 59 долларов ежемесячно Четвертая и последующая лицензии – 99 долларов в первый месяц и 49 долларов ежемесячно. Любое количество лицензий можно приобрести. По поводу лицензии, вот тоже мы заметили, что на минимальном лоте 0.01 робот эту лицензию отбивает ежемесячную оплату за одну неделю. То есть примерно где-то 150-200 долларов за неделю выходит на минимальном лоте 0.01. Андрей, привет. Вопрос следующий. Торгуй на шести парах с просадкой 20%. Лот 0.01, выключая за 30 минут перед новостями, но когда я включаю роботы после новостей, то все минусовые сделки, которые были открыты, минусуются с баланса. По идее, такого не должно быть. Но я такого не замечал. Я знаю, есть несколько вариантов, да, почему это может быть. То есть это либо максимальное количество сделок открыто, либо второй вариант – это EGT Protector срабатывает, либо третий вариант может быть, что у вас лицензия отлетела. И бывает такое, что когда лицензия отлетает, робот закрывает минусовые сделки. А так, по идее, сам по себе он не должен закрывать просто так сделки минус. Андрей, скажите, пожалуйста, как часто можно прибыль выводить с Альфари еженедельно или ежемесячно? Прибыль можно выводить в любой момент, хоть несколько раз в неделю. Я думаю, что на всех брокерах так. Это ваш счет, вы полностью распоряжаетесь вашими средствами, в любой момент можете вывести прибыль, можете всю сумму вывести. Вот, все на ваше рассмотрение. Андрей, объясни, пожалуйста, алгоритм работы робота на разных парах. Он открывает вторую и следующие сделки через разное количество пикселей. Открывает в BuySell. По поводу алгоритма, я думаю, что как только мы полностью разберемся, потому что еще есть некоторые моменты, но вкратце, сейчас постараюсь рассказать. Открывать сделки в разные стороны, он может в двух случаях. Первый случай – это когда он видит, что тренд сменился, и он открывает хеджирующую сделку. Те, кто работал в прошлой компании с нами, робот похож на Бенджамина, там прям такая же ситуация. То есть он либо хеджирующую сделку открывает в другую сторону, в обратном направлении, если он видит, что тренд поменялся. Либо набирает, если видит, что тренд продолжает быть в этом направлении, но при этом идет какой-то откат. Поэтому он может либо так, либо так открывать. Второй случай может быть так, что у вас, например, были сделки в селл, открыты несколько сделок. Так как у нас 6 пар, и там некоторые пары между собой взаимодействуют. У вас закрылись сделки по какой-то из пар, и чтобы перекрыть новые сделки на той паре, он открывает в другую сторону. То есть часть сделок работает в корреляции с одной парой, и часть сделок с другой парой. То есть вот два, получается, две причины, почему он может это сделать в разных направлениях открывать по одной паре. Автоматическое отключение в новостях будет? Отключение, да, нам сказали, что оно по-любому будет. Вопрос времени. Будет ли видео обучение по компасу? Да, будет. Я думаю, что либо на следующей неделе, либо через неделю запишем обучающий, получается, вебинар по компасу, где все будет более подробно показано. То есть смотрим сигнал, чертим треугольник, как правильно чертить треугольники, как правильно заходить в сделку. То есть обучение мы запишем. И вот после того, как мы обучение запишем, мы создадим специальный чат, куда могут вступить все желающие. И вы можете прямо там как бы чертить треугольники, скидывать в чат. А другие ребята, кто более-менее уже разберется, будут помогать им, говорить да, либо нет. Вот у нас сейчас американский чат есть. Правда, на этой неделе не так много туда скидывают. Как бы очень много пропускают сигналов. Но я думаю, что если очень большое количество людей из нашей команды будут торговать по компасу, там постоянно будут люди скидывать треугольники, будут писать, когда заходят в сделки, это очень поможет многим людям. То есть человек, например, не умеет чертить треугольники, хотя там сложно, ничего нет, можно научиться. То есть он может зайти в этот чат и смотреть, как другие ребята будут делиться вот эта информация и, соответственно, просто копировать все. Компас. Сколько будет стоить отдельно? Он будет стоить столько же, сколько и рингер. Вы сами выбираете продукт. Например, если вы хотите пользоваться только компасом, то это будет также 247 долларов в первый месяц, 169 долларов ежемесячно. Если вы хотите пользоваться двумя продуктами, например, рингер, первый продукт у вас, а компас второй, то, соответственно, вы покупаете вторую лицензию. Первый месяц 99 долларов, далее 69 долларов ежемесячно. Привет. Если я в конце недели weekly goal выставлю на 1%, то робот сможет в ноль по открытым сделкам выйти. Это я к тому, что на выходные без открытых сделок выйти. Или можно как-то по-другому без убытка на выходные выйти. Если вы выставите, получается, weekly goal 1%, но при этом у вас, например, уже на этой неделе наторговали 20%, а сейчас есть просадка, например, вы наторговали 15%, а у вас просадка 12%. Если вы поменяете weekly goal на 1%, я думаю, что у вас просто закроются все сделки, так как 1% на этой неделе вы заработали уже. Ребята из команды на этой неделе обнаружили очень классную тему. Сейчас поделюсь с вами, может быть, это будет вам полезно. Например, у них идет, значит, например, стоит weekly goal 20%, а робот наторговал там 10%, к примеру, уже, да, и пошел в просадку. И он продолжает набирать ордера. Если уменьшить weekly goal на меньшую значение, например, вы поставите там 14% или 15%, да, и он видит, что уже по открытым ордерам он сможет как бы эту цель реализовать, он не будет открывать новые сделки. Поэтому иногда можно уменьшать, чтобы он не открывал новых сделок. Я сам лично это пока не проверял, вот, но я думаю, что, может быть, многие на домосчетах могут протестировать, может быть, кому будет полезно, кто не хочет набирать очень большое количество молотов по одной паре. Вот, ну и сделали мы тоже запрос в компанию, чтобы все-таки они добавили функционал робота в такое поле, что сколько можно открыть сделок максимально, чтобы он дальше просто не открывал сделки в одной паре и не набирал позиции с большими молотами. Опоздал на 5 минут на трансляцию, скорее всего, это озвучивалось, но все же до какого числа действует акция? Акция действует до субботы 7 утра по Москве, то есть до полуночи по американскому времени. В принципе, у вас есть сегодня и завтра еще. Вот, рекомендую не тянуть, в последний час не оплачивать, мало ли, там всякие проблемы могут быть с картами, вот поэтому лучше как бы завтра оплатитесь, сегодня либо завтра. На компасе будет ли бесплатный период для тестирования? Если да, то какой? На компасе период для тестирования уже идет, он точно такой же, соответственно, у вас осталось еще 2 недели бесплатно его протестировать. По-моему, на прошлой неделе скидывали информацию в чат в ForexHackers с ссылками по компасу, то есть основной чат, где эти сигналы можно смотреть, ссылку, по-моему, на обучение скидывали, не помню, вот, и, соответственно, вы уже можете как бы тестировать, либо можете к своим спонсорам обратиться, чтобы они дали вам ссылку на чат по компасу с сигналами. На новостях он торгует хорошо, поэтому можно ли по желанию использовать автоматическое отключение? Да, конечно, как бы вы можете отключать, можете не отключать. На новостях он торгует по-разному, все зависит от новостей. Смотрите, если новость идет в вашу сторону, понятное дело, что у вас робот идет в хороший плюс, и вы закрываетесь. Но, смотрите, может возникнуть такая ситуация, если робот пойдет не в вашу сторону, ну, очень сильно, да, продолжит движение, он у вас просто будет набирать просто целую кучу сделок. То есть там, например, 0.01, 0.02, 0.03, 0.05, 0.08, 0.12 и так далее. То есть, смотрите, это очень опасно. Пускай лучше он идет не в вашу сторону, и потом у вас откроется всего одна сделка, чем вот, если новости сыграют, получается, против той пары, на которой у вас открыто несколько сделок, он еще сделок целую кучу наберет и может вообще поставить вас в не очень хорошее положение. Поэтому все же лучше отключать его. Это как, ну, с гаммингом тоже, то есть новость идет в нашу сторону, конечно, там он в нормальный хороший плюс выходит. Но если не в вашу сторону пойдет, то он может очень большое количество сделок набрать и загнать вас в минус хороший, из которого потом тяжело будет выбраться. Если завтра платить лицензию за 197 долларов, она будет до 17 дней действовать, а потом со второго месяца какая плата лицензии? Да, все верно, она будет до 17 июня, и со второго месяца у вас будет 169 долларов ежемесячно. Если вы пригласите трех человек по вашей силе ТПО, лицензию вам оплачивать не нужно будет, она будет вам бесплатна. Сообщи, пожалуйста, в компанию, что функция отключения новости была по желанию. Ну да, она будет в любом случае по желанию, то есть вот как в первой версии робота, мы видели с вами, то есть там будет выбор календаря, я не знаю, будет это один или два календаря, то есть может быть будет Forex Factor и Investing.com. То есть мы сможем выбрать календарь, мы сами будем определять, отключать ли новости, да, либо нет, мы будем выставлять время, за какое время до новости он будет включаться, через какое время после новостей он будет включаться. То есть все это будет реализовано, естественно, это непринудительно будет. Нет, Андрей, сделки он открывает все равно, но сегодня сижу и смотрю за ним, осталось полтора процента на недельной цели, и он открывает, пробирает, не работает. Хорошо, потому что вот у двух человек такая ситуация была, поэтому я точно не могу сказать, как бы со мной поделись информацией сегодня, я вам передал. Как тогда правильно выходить на выходные, если много открытых арберов и большая просадка? Ну, я об этом рассказываю, по-моему, на каждом вебинаре, все тоже так же, смотрим среду, получается, где-то в 9-10 часов вечера по Москве, какая у нас просадка, если просадка небольшая, там до 3-5%, отключаем автоторговлю, закрываем все сделки. Если же просадка большая, вас не устраивает, тут есть два варианта. Первый вариант – продолжить торговать с роботом, второй вариант – просто оставить сделки открытыми. Как делаю ли лично я? Я смотрю новости, календарь новостей, если новостей не так много, каких-то прям важных, я, соответственно, включаю робота в четверг, он у меня еще в четверг торгует, но торговывает тоже хорошую прибыль. Если же очень много новостей, каких-то в четверг какие-то сильные отбежения, то я просто оставляю сделки открытыми, робота я не включаю, но я смотрю, то есть он уходит, то вижу, что хороший минус уже пошел, еще в больший я могу включить робота, чтобы он открыл еще сделки усредняющие, вот, и потом отключить его опять. Ну, либо просто оставить автоторговлю включенной, при этом отключать новостях, чтобы на свое усмотрение. Если я приглашу трех человек, у меня будут подключены рингеры и компас, мне будут предоставлены только рингеры бесплатно, пока трое приглашено эффективно на компас, это не распространяется. Да, если у вас подключено несколько лицензий, то есть две либо более, у вас будет три человека распространяться только на первую лицензию, то есть вы не будете платить только за первую лицензию, 169 долларов ежемесячно. Но если ваши три человека пригласят каждые по три, у вас уже будет прибыль 6 долларов ежемесячно по маркетингу, и, соответственно, вы сможете еще даже на этом зарабатывать. Либо если вы сами больше пригласите. Для Мехтрейдер Кайп планирует ли компания создание роботов? Такие вопросы задавали, пока неизвестно, пока на МТ-4 все работает. Пока точно информации нет, но вполне возможно. Пока оба робота, которые есть, вот сейчас есть рингер, а скоро в течение одного-двух, максимум трех месяцев запустят еще одного робота более агрессивного, это Трейдер Раннер, тоже для МТ-4. Вполне возможно, что для МТ-5 тоже что-нибудь будет. Компания развивается. Если будут какие-то реально классные варианты каких-нибудь крутых роботов, компания их также будет добавлять. Если будут какие-то реально крутые роботы на МТ-5, соответственно, они тоже будут добавлены с временем. Андрей зашел в личный кабинет для проверки лицензии. А в окне было написано, у вас скидная пробная лицензия, нажмите, чтобы активировать. Но я ее активировал 23 мая. Могла она слететь? Нет, она не слетела, скорее всего, у вас. Можно активировать, например, выходить, поменять номер счета. То есть вы там открыли новый счет, реальный, к примеру, вы прописываете новый номер счета и опять нажимаете «Активировать». А так кнопка «Активировать» там всегда горит. Если бы у вас лицензия не активна была, соответственно, у вас не было бы возможности торговать, робот бы просто не работал. А так, если вы активировали один раз лицензию, у вас робот работает, то в течение двух недель еще он будет работать. В кабинете в личном у вас на главной странице есть таймер. Вы всегда можете зайти, посмотреть, сколько осталось бесплатных дней. Тоже очень важный момент, опять же, напомню, вам необходимо будет оплатиться до конца пробного периода. То есть не когда он закончится и только после этого оплачивать, а именно до конца. То есть, например, за один-два дня вы можете оплатиться, потому что если вы не оплатитесь, вам придется проходить регистрацию по новой. Потому что, как сказали, что кабинеты просто будут неактивными и без возможности их активировать дальше, если вы не оплатитесь. Итак, вопросов больше нету. Еще раз для тех, кто опоздал, потому что в начале вебинара у нас было не так много народу, сейчас побольше. У нас еще на YouTube нас очень большая часть людей смотрит. Напомню всем, что нам включили оплаты. Можно оплатиться с помощью оптовода, либо с помощью кредитных карт. Сейчас до субботы это будет стоить 197 долларов. Соответственно, если вы хотите оплатиться, то обратитесь к вашим спонсорам. Либо пересмотрите запись этого вебинара в чате. Как вы хотите сделать? Лично я делаю в среду поздно вечером, смотрю, сколько он выполнил по процентам. Цель увеличила ее в 2,5%, чтобы он за 2 суток сам выполнил цель и вышел сделать подчистую. Можно и так делать. Тут вариантов много, как можно выходить. Все по-разному выходят. Кто-то в среду выходит, прям даже там побольше. То есть он наторговал за неделю, например, 15-20%, потом просадка 5-7%, потом закрывает большую просадку. Кто-то не выходит. Можно смотреть по свопам, очень классный момент есть. Вы можете посмотреть по открытым сделкам, какие у вас свопы, отрицательные либо положительные. Потому что очень хороший пример у меня на прошлой неделе был. У меня были открыты сделки, и по ним были очень много положительных свопов, на очень хорошую сумму. Соответственно, я перенес через среду. В среду, со среды на четверг у нас еще утроенные свопы. И на свопах там заработал порядка 10-15 долларов. Еще просто так, за то, что через ночь перенес. Поэтому смотрите сами. Если у вас свопы отрицательные, больше отрицательных свопов, то лучше, конечно, в среду выходить вечером. Если свопов много положительных, вы можете перенести через сессию и закрыться, например, в четверг ночью. Ну и далее уже смотреть по ситуации. Если просадка небольшая, просто закрывайте, выходите. Ссылку на чат, обучающее видео по компасу можете написать. Обучающее видео пока только на английском языке есть. Ссылку на чат, я думаю, сейчас кто-нибудь из ребят скинет. Буду благодарен, если скинете. Ссылку на чат по компасу. И ссылку на обучение на сайте компании. Если скинете, будет очень хорошо сюда. А так ссылки мы эти скидывали уже в наш основной чат информационный Forex Hacker. Итак, вопросов больше нет. Отлично, тогда заканчиваю наш сегодняшний вебинар. Думаю, на следующей неделе проведем еще один. Думаю, с настройками большинство людей уже более-менее разобралось. Уже получили многие очень хорошие результаты. Покажи, пожалуйста, как смотреть, где слоп отрицательный. Так, вы заходите, получается, в ваш терминал. У вас там есть раздел слоп. Там самое правое, получается, прибыль. И левее, получается, раздел слоп. Там можете посмотреть, какие слопы у вас. Там в плюс они либо в минус. Вот на этой неделе, например, у меня слопы отрицательные. Вот на прошлой неделе были положительные. Очень много положительных слопов. Также вы можете найти информацию по слопам в интернете. Например, я сам торгую на Робофорексе. Я прописываю слопы Робофорекс. И он мне показывает, по каким парам, по которым я торгую. Такие слопы где положительные, слопы где отрицательные слопы. Какая просадка самая жесткая с 2 тысяч долларов? С 2 тысяч долларов у меня была просадка, по-моему, сейчас скажу сколько. 6,5%. На лоте 0,01. Это прямо очень консервативные настройки. То есть можно торговать 0,01 на 1000, и там будут побольше просадки. 0,02, вот Иван написал 31%. У меня было 20,5%, по-моему, процентов, судя по MyFxBook. Но там было больше, там заходило больше немножко в один день. Потом выскочило. В итоге он отобразил при обновлении 20,5% максимальный просадок. На лоте 0,02. В какой момент лучше остановить? Немножко не понял вопроса. В смысле отключить его? Вообще рекомендуется отключать в среду вечером. Где-то в 9-10 по Москве. Но если у вас большая просадка, то, естественно, большую просадку лучше не фиксировать, а ставить до четверга, четверг, чтобы торговать. Каждую тысячу долларов в депозите лот нужно повышать на 0,01. Если вы торгуете слотом 0,01 на 1000 долларов, вы можете торговать по сложному проценту. Соответственно, как только у вас на балансе становится 2000 долларов, вы можете повысить лот на 0,02 и повышать. У вас будет сложный процент включаться. Таким образом, на короткой дистанции будет меньше, но на длинной дистанции у вас будет хороший плюс, и он перекроет даже агрессивные настройки. Поэтому я рекомендую все-таки на реальных штатах начать с консервативных настройок, но при этом использовать сложный процент. Потому что даже вы можете найти калькуляторы в интернете, калькулятор сложного процента, и посчитать, сколько вы сможете заработать, например, за 3 года. А если вы поставите прям очень консервативные настройки, будете зарабатывать не более 10% в месяц, можете посчитать с 1000 долларов, какой у вас баланс в блоке, думаю, что вы будете приятно удивлены. Денег вам хватит до конца жизни. Даже зарабатывая по 10-20% ежемесячно по сложному проценту. 62% было на 2000 долларов, лот в 002. Ну, не знаю, у меня счет получается с 24 апреля на лот в 002. У меня даже 30% не было ни разу. Все индивидуально, все может зависеть от таймфрейма, от того, когда вы включаете, отключаете, либо на новостях. Когда вы роботу включили, потому что у всех разное время включает. Тут утром включает, тут ночью включает, тут сразу же включает после открытия рынка. Поэтому изучения могут быть немножко разные у всех. Отлично. Сегодня мы справились очень быстро. Вопросов больше нет. Тогда давайте я заканчу наш вебинар. Там еще ссылку просили на чат. Сейчас я скину ссылку на наш информационный чат. ForexHackers. Туда мы скидываем самые важные новости. Какой таймфрейм лучше? Либо H4, либо D1. На ваше усмотрение. Когда-то иногда H4 лучше показывает, иногда D1 лучше показывает. Прямо нет такого строгого, что нужно строго на таймфрейме работать. Любой H4, либо D1 можете убрать. По маркетингу изменений пока не было. В маркетинге скоро выйдут официальные слайды. Я думаю, что мы их переведем на русский язык. И, соответственно, когда уже все будет готово, я думаю, в следующей неделе, когда уже будет получаться какая-то презентация и по продуктам, и по маркетингу, постараемся перевести как можно быстрее слайды на русский язык. И уже думаю, что можем начать проводить презентации сами. По маркетингу пока все то же самое же. Так, извиняюсь, я скинул ссылку, но я скинул ссылку, кто-то мне в личное сообщение вопрос задал, у меня высветилось. В итоге я скинул ссылку в личное сообщение Анатолию. Сейчас для всех скинул. Итак, все, вопросов больше нету. Всем большое спасибо за просмотр. До следующей недели. Всем пока. Пока. Глобал Стар Клаб. Возможности безграничны.